Сегодня я хочу поговорить с вами о приоритете любви. Когда я думал о слове «любовь», я вспоминал о том времени, когда я только познакомился со своей женой Нинке. Это было в средней школе в городе Мэппл. Мы шесть лет подряд были в одном классе. В третьем классе мы стали нравиться друг другу. Я хорошо помню, что я по уши влюбился в неё. Я почти ни о чём не мог думать, кроме неё. Каждый день мы писали друг другу СМС. Ватсапа в то время ещё не существовало. СМС-ка тогда, по-моему, стоила 21 цент. У меня тогда ещё не было абонемента, только мой собственный телефон, который мне каждый раз надо было пополнять. Вот куда улетали все денежки. Одно сообщение могло содержать всего 160 знаков. Тогда мы часто сидели в МСН. Мы посылали друг другу сообщения через интернет. Может, здесь в зале есть люди, которые также дома пользовались МСН? Это было хорошее время. У нас дома тогда не было безлимитного интернета. Отец мне давал примерно 10 евро в месяц на интернет. Может, вы помните ещё то время, когда интернет подключался через телефонную линию? Помните тот звук, когда вы подключались? Я пробовал как-то изобразить этот звук, но у меня ничего не получилось. Сейчас трудно себе представить, что мы должны были звонить и подключать интернет через телефонную линию. За минуту была какая-то фиксированная стоимость. Мои деньги, конечно же, очень быстро кончались. Я не мог сидеть в интернете. Очень долго, лишь пару дней, и то с перерывами. К счастью, я быстро нашёл ключ, способ подключаться к интернету без телефонной линии. Я думаю, что я никогда не говорил об этом моим родителям. Папа и мама, прошу прощения за это у вас. Но да, вот так я всё делал ради любви. Нинке жила в одном месте, а я в другом. И нам нужно было каждый день ездить на велосипеде в Мэппл. К счастью, в одном месте мы друг друга каждый раз по дороге встречали. Я всегда делал всё возможное, чтобы я мог вместе с ней ехать в школу или обратно домой на велосипеде. Наш первый поцелуй я помню очень хорошо. Я очень долго этого ждал, и в конце концов это случилось, после того, как мы однажды вечером сходили в кино. Я не мог решиться, и для нас обоих это было очень волнительно. И всё ещё, когда я вспоминаю этот момент, моя нога как-то автоматически поднимается вверх. Скорее всего, и вы знаете это чувство. И вот мы вместе уже больше 20 лет. Мы уже 11 лет женаты, у нас четверо прекрасных детей. И всё это я вспомнил, когда размышлял о слове «любовь». Любовь — это слово, это понятие, которое для всех нас так знакомо. У нас у всех свои представления об этом, свои примеры или свои чувства. Я нашёл значение слова «любовь» в толковом словаре, где среди прочих есть следующее значение. Прежде всего, тёплое расположение или прямой искренний интерес, ценность кого-либо или чего-либо для вас. Я думаю, когда читаю это описание, что это «любовь» с земной точки зрения. То есть, возможно, так люди могли бы сейчас описать «любовь». Что же вы получите, если будете смотреть на «любовь» с божественной, небесной точки зрения? В Библии ни одна глава посвящена этому. Об этом можно было бы снять целую серию передач. Я сегодня принёс вам некоторые библейские тексты, которые лично для меня замечательно характеризуют такую любовь. В послании к Коринфянам очень хорошо описывается понятие «любовь». Эта глава в Библии даёт нам понять, что мы в сущности без любви не имеем ничего и ничего не представляем собой. Давайте вместе почитаем послание к Коринфянам. «Любовь долгоцерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Как же прекрасно здесь описана любовь. Когда я читаю эти строки, я думаю об Иисусе. Он жил для этого. Он нам показывал своим примером, как нужно любиться. Уже прошёл месяц после Пасхи. Мы праздновали, что Бог своего Сына, Иисуса Христа, послал на землю, чтобы своей смертью искупить наши грехи. Две тысячи лет назад Иисус победил смерть. Он рассчитался с болью, горем, стыдом, виной, ревностью и ещё много с чем. Он заплатил за все наши грехи. Когда я думаю о совершенной любви, то я вспоминаю Иисуса и о том, что Он для нас сделал. Совершенная любовь. Он был и есть пример совершенной любви. Я не могу постичь, что Бог это всё сделал для нас. Я своим земным разумом не могу постичь этого. Отец, посылающий своего Сына на смерть во имя спасения человечества. Этот поступок даёт нам понять, как сильно Он нас любит. В Евангелии от Иоанна очень красиво написано о том, почему Бог это сделал. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него». Разве не прекрасно знать, что в мире есть кто-то, кто нас так сильно любит? Кто-то, кому мы дороги? Кто-то, кто не хочет, чтобы мы потеряли себя? Если мы прочитаем дальше в 4 главе, то поймём, что означает эта любовь для нас. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нём. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Единственная причина, по которой мы уже можем любить с Богом, это то, что Он сперва возлюбил нас. Наша любовь к Нему — это отражение Его любви к нам. Недавно я встретил следующее высказывание. Любовь — это незнакомое, чужеземное растение, и оно не растёт само собой в людях. Его нужно поливать с небес. Это точно то, что сделал Бог. Он окропил нас своей любовью. Он уже сделал за нас этот выбор. Мы знаем уже, что Бог дал нам любовь. Последнее время мы регулярно слышали, что Бог хочет, чтобы мы с Его любовью что-нибудь делали. В Евангелии от Марка читаем, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Ариан уже говорил нам о приоритете Бога, что Бог хочет, чтобы мы несли в мир хорошие новости. Рассказывали людям о любви Отца нашего, о том, насколько Он любит людей. Я думаю, что нам очень важно хорошо подготовиться, прежде чем мы пойдём в мир. Потому что если мы хотим рассказывать об этой любви, то необходимо самим понимать, как Бог любит нас и как Он смотрит на нас. И в результате этого и то, какими мы сами себя видим. Недаром в Евангелии от Матфея говорится, «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его». И это всё приложится вам. Прежде чем мы пойдём делиться своей любовью к Богу, нам надо узнать, как же сильно Бог любит нас. Нам важно наполниться Его любовью. Йорди уже говорил нам об этом, о подготовке вашего сердца любовью к Господу, чтобы семечко попало в хорошую землю и принесло плоды. Если же вы больше хотите узнать об этом, то я вам рекомендую записаться к нам на основы. Это наш начальный курс, в котором вы подготавливаете прочный фундамент для вашей жизни, в котором вы откроете для себя, кто вы есть в Иисусе Христе. Если вы заинтересовались, то вы можете записаться на этот курс на нашей странице в интернете. И вот, если вы знаете, насколько Бог любит вас, чтобы не случилось, тогда очень важно, чтобы мы полюбили себя, чтобы мы видели себя глазами Иисуса. Матфей нам писал об этом, чтобы мы знали, что нет осуждения для тех, кто живёт во Иисусе Христе. И так часто мы всё ещё осуждаем себя, когда мы сделали что-то неправильно. Если что-то идёт не так, как мы хотим, а если мы считаем, что недостаточно хороши, когда мы думаем, что другие могут это сделать гораздо лучше, чем мы. Представьте, как это будет, если вы посмотрите на себя глазами Бога. То есть, если бы вы могли вместо своих глаз поставить глаза Бога, и вы услышите Его слова о вашей жизни вместо ваших собственных мыслей, и вы начнёте разговаривать с собой так, как бы с вами разговаривал Бог, и ваши мысли будут созвучны мыслям Бога. На прошлой неделе я слушал проповедь, в которой говорилось, если вы поменяете манеру общения с самим собой, вы поменяете и конец вашей истории. Я подумал, ух ты, я повторю ещё раз, если вы поменяете манеру, в которой вы обычно говорите сами собой, то вы поменяете то, какой будет ваша жизнь. Если вы внимательно слушали, то мы только что об этом пели. Затем, если мы знаем Бога и знаем, кто мы есть сами, тогда мы можем делиться этой любовью. Я хочу проиллюстрировать это примером с губкой. Я сейчас подойду к вам и покажу, потому что у меня есть губка. Это очень волнительно. Я надеюсь, что у меня всё получится. Мы только что пришли к выводу, что важно быть наполненными, знать любовь Бога и правду о нас до того, как мы сможем делиться этим с другими людьми. Представьте, что губка — это мы, и мы хотим делиться с людьми вокруг нас. Мы хотим идти в этот загрязнённый мир. Губка вначале не наполнена, она сухая. Когда мы её сжимаем, то ничего из неё не выжимается. Воды там нет. Она пустая и совершенно сухая. Если её сильно сжать и потянуть, то она может даже и порваться. И если я сейчас хочу поделиться, то из этой губки ничего не вытечет. И что же произойдёт, если на нашем пути возникнут трудности? Йорди рассказывал нам про семена. Что произойдёт, если их посадить в сухую, мёртвую землю? И что произойдёт, если солнце начнёт сильно припекать? Что будет, если на вас вдруг спустится огонь? Что же произойдёт? Мы не наполнены. Мы хотим идти, делиться. Но нечем делиться. Внутри нас я жму, и ничего нет. И вот мы попадаем в трудную ситуацию. Мы горим. Огонь пожирает нас. Мы больше не понимаем ничего. К счастью, всегда рядом с нами Иисус. У Его ног мы можем присесть. Он неиссякаемый. Источник жизни. У которого мы можем наполниться живою водою. И вот что я сейчас делаю. Да, да, ребята. Вы смеётесь? Ну что ж, можете посмеяться. Знаете, а чаша наша никогда не иссякнет. Что будет, если мы выберем Господа Иисуса? Вы видите, губка в чаше. Она в воде. Иисус делает нас цельными. В Нём мы совершенны. Вы видите, что-то произошло. Но Бог потушил пожар. Мы наполнены Его любовью. А вот что произойдёт, когда мы пойдём в мир. Мы заботимся о том, чтобы быть хорошо наполненными. Мы идём в мир. И вот я выжимаю. И сейчас уже мы можем делиться любовью Господа. Потому что вначале мы наполнились. Мы в Боге. И мы можем постоянно делиться любовью. Что же случится сейчас? Мы находимся в Боге. И вдруг на нашем пути возникают какие-то трудности. Мы не сдаёмся. Мы не сгораем. Потому что мы наполнены. Наша семечка хорошо укоренилась. Мы знаем, кто мы есть в Иисусе Христе. Но это не означает, что мы не встречаемся с трудностями. И нам всегда легко. Если вы внимательно смотрели, то вы заметили, что в нашем случае было много дыма и неприятного запаха. Разница в том, что мы наполнены любовью Господа. Мы должны заботиться о том, чтобы быть наполненными, чтобы мы могли делиться этой любовью с людьми. Как же нам это сделать? Мы как губка, мы впитываем любовь. Мы должны находиться в ней. Мы только что читали в третьем послании Иоанна. Там написано, кто остаётся в любви, тот остаётся и в Боге, а Бог в нём. То есть мы должны оставаться в нём каждый день. Читайте Библию и молитесь каждый день. Может случиться так, что мы полностью выдохнемся. Мы наполнены, и вот. Мы выжмем всё из себя до пустоты. И только после этого мы обратимся к Богу, чтобы вновь наполниться и восстановиться. Я думаю, что это с нами со всеми регулярно случается. Это может привести к истощению и даже к пожару. Если я сейчас поднесу огонь губки, она снова вспыхнет. То есть опасность того, что мы снова загоримся, не так уж далека от нас. Буквально это наше выгорание. Поэтому так важно оставаться с Богом. Каждый день и каждый час. Так мы останемся наполненными. И тогда мы сможем делиться нашим изобилием. А вот здесь наше место. Мы в нём, и он в нас. Давайте оставим здесь и вторую губку. Короче говоря, подводя итог. Любите Бога, любите себя и любите людей. Может быть, вы уже спрашиваете себя, зачем мне идти в мир? Почему Бог считает это важным? Чтобы мы делали это. Мы только что читали о том, что Бог хочет спасти всех. Чтобы каждый нашёл свою любовь к миру. А в Библии есть целая история об этом. Об овцах и козлах. Это история о части разговора Иисуса со своими учениками у Оливковой горы. Незадолго до того, как Иисуса выдадут. Давайте вместе прочитаем в Евангелии от Матфея. «Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев Моих меньших, то сделали и мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Небольшая сноска. Мы здесь читаем о вечном огне, который предназначен для дьявола и его ангелов, а не для нас. «Ибо алкал я, и вы не дали Мне есть, жаждал, и вы не напоили Меня, был странником и не приняли Меня, был наг и не одели Меня, болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это еще одна, очень понятная часть Библии. Бог сказал праведникам, «Алкал я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня, болен и в темнице, и вы посетили Меня». Но праведники сказали, «Когда же мы сделали все это? Мы не помним ничего об этом. Когда мы видели Тебя, может быть, Ты ошибаешься?» Бог говорит, «Нет, я не ошибаюсь. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих меньших, то сделали Мне». То есть, если мы любим людей вокруг себя, мы любим Бога. Как же это прекрасно. С козлами же было все ровно наоборот. Грешники уделяли внимание только себе. Они не заботились о других. И в конце концов грешники сказали Господу, «Мы же никогда Тебя не видели. Как же мы можем Тебя любить? Тебя же нигде не было». А Бог им ответит, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». Грешники и праведники задают вопрос. «Когда мы видели Тебя голодным и мучимым жаждой?» То есть, ни те, ни другие не знали, что они сделали или не сделали что-нибудь для Иисуса. Но одни увидели нужду и помогли, а другие же нет. Одни ведомы любовью Отца в этом мире, а другие сконцентрированы только на себе. Без любви Господа. Мы будем как та сухая губка, которая склонна впитывать все в себя, чтобы наполниться, но она все же останется сухой губкой. Только лишь любовь Господа может наполнить нас и дать нам реализоваться. Люди же регулярно задают Господу вопрос. «Боже, что мне делать? Что Ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Господь, пожалуйста, поговори со мной». Я думаю, что библейский текст об овцах и козлах очень прост в понимании. Любите Господа. Прежде всего, и ближнего своего, как самого себя. Если мы так будем жить, мы будем как праведники. Может быть, вы помните картинку с овцами? Это мы. Возможно, вы кого-нибудь узнаете на этой картинке, когда посмотрите на нее. Примите эту историю с любовью. Меня раньше всегда называли овцой. Я даже не представляю, почему. Но я не обижался. Я с овцами могу себя вполне идентифицировать. Посмотрите, какие прекрасные овечки. Я пойму, если вы меня спросите, «Робин, любить, а как это? Что я должен сделать? Как мне рассказать людям об этой любви? Нужно ли мне сейчас же бронировать билет в Африку, чтобы пойти в этот мир?» Я верю, что существует много способов любить. Мы только что прочли, что любовь начинается с познания Бога. Мне вместе с тем помогает еще мое отношение. «У меня все хорошо, и у тебя тоже все хорошо». Я имею в виду, что я не оцениваю другого человека, и я принимаю его из себя таким, какой он есть. Это очень трудно, но если вы потренируетесь и научитесь этому отношению, то оно вам, несомненно, поможет. То есть вы начинаете разговор с этим отношением к человеку. «Я нормальный, и ты нормальный, а не так, чтобы вот я нормальный, а ты ненормальный. Я красивая овца, а вот ты менее красивая овца. Я нормальный, а вот ты не совсем нормальный, не такой, как я. Я намного прекраснее овца, чем ты. И даже не так. Ты прекрасная и умная овца. А вот я не такая, менее прекрасная и не такая умная. И даже не так. Я не совсем нормальный, а вот ты совсем нормальный. Я не такая прекрасная овца по сравнению с тобою. И не так, и я, и ты ненормальные, некрасивые овцы. Я не думаю, что это будет очень продуктивная беседа. Или же вы скажете, мы оба нормальные, но некоторые намного адекватнее, чем другие. Не так, мы все равны, и ты, и я. Мы все овцы, мы все одна семья. Если мы так приучимся думать, то я верю, что мир изменится к лучшему. Почитаем Евангелие от Иоанна. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы видели на примере губки, что это не всегда просто. Иногда случаются вещи, которые учат нас, а мы сомневаемся, поддаемся трудностям, дымим. На прошлой неделе я был в отпуске в домике у моря в провинции Зе-Ланд. И нам надо было столько всего взять с собой в отпуск, что нам надо было взять с собой целый фургон, чтобы загрузить в него все нужные вещи. Мы ехали три часа туда и три часа обратно. Но если посчитать, сколько попутчиков было у меня в пути, то можно себе представить, насколько хорошей была тренировка моего терпения и любви. Я спрашивал себя, это только здесь люди так часто останавливают машину и едут по пути? Или мы все так любим делать? Кроме шоток, я действительно думаю, что мы можем изменить себя и этот мир. Царствие Божие внутри нас, и Бог творит нашими руками. Если мы ищем Царство Божие, то Его любовь будет струиться через нас. Только представьте себе, каким был бы мир, если бы из нас, всех, струилась любовь. Если вы начнете с малого, то и ваша собственная жизнь изменится к лучшему. Какое влияние это окажет на вашу жизнь? На все отношения вашей жизни? Как изменится ваше окружение, место, где вы живете, ваш город, ваша страна, весь мир? Может быть, вы сидите и думаете, «О, да, я понимаю». Я так бы этого хотел, очень хотел бы, но я чувствую себя как та сухая губка. Я горю. Я больше не могу. Я скажу вам, знаете, что бак с водой стоит рядом с вами. Вы всегда можете окунуться в эту воду. Бог ждет вас. Он стоит с распростертыми объятиями и ждет вас. Вам не надо быть совершенными. Честно сказать, мы все несовершенны. Вы всегда можете прийти к нему. Он хочет наполнить вас своей любовью. Он любит вас. Он сперва полюбил вас. Он уже сделал за вас выбор. Вы его любимый ребенок. Я хочу сегодня вместе с вами помолиться. Отец наш, благодарю тебя за то, что я узнал о твоей любви. Спасибо тебе за то, что ты сперва возлюбил нас. Спасибо за то, что ты сделал за нас этот выбор, что ты послал своего сына, Иисуса Христа, в этот мир. И не для того, чтобы осудить нас и сказать нам, как же много мы грешим. Он пришел для того, чтобы спасти нас. Отец, спасибо, что мы можем слышать тебя, что мы можем наполниться твоей любовью. И не только на короткий срок, а потом опять подходить и просить тебя. Нет, мы делаем осознанный, постоянный выбор. Мы выбираем тебя. Нам можно посидеть рядом с тобой, у твоих ног, и полностью наполниться, и мы поймем, насколько ты нас любишь. И мы увидим, какими прекрасными ты нас создал, чтобы мы сами полюбили себя и смогли делиться этой любовью с людьми вокруг нас. Я молюсь за людей, которые тебя еще не знают, которые тебя еще не выбрали. Может быть, вы дома или здесь, в зале. Я хочу сказать вам, что Бог видит вас, знает вас. Он вас создал. Он ваш Создатель. И Он хочет быть вашим Отцом Небесным. И Он хочет помочь вам во всем, что встретится вам на жизненном пути. Может быть, вы еще ни разу не выбирали Бога. А вы можете это сделать, произнеся следующие слова. Если вы хотите, повторяйте за мной, молитесь вместе со мной. Отец наш, благодарю тебя за то, что ты так любишь меня, за то, что ты создал меня. С этого дня я решил довериться тебе. Я вверяю свою жизнь в твои руки. Я захожу в эту емкость с водой и позволяю тебе наполнить меня. Я больше не выйду из нее. Господь, когда я здесь, ты во мне. Твоя любовь окружает меня. Господь, войди в мое сердце и измени его. Измени мой образ мыслей, мой взгляд на этот мир и людей вокруг меня. Позволь мне смотреть на все твоими глазами. Отец, спасибо, что ты так нас любишь во имя Иисуса. Субтитры подогнал «Симон»!